Привет, ребята, у меня есть своя собственная группа ВК, это чем-то группа моего клана. Стоп, в смысле ты ещё об ней не знаешь? А ну-ка подписался быстро! Выграбляй! В этой группе много мемасиков, новости моего канала. И да, мемасики реально классные, особенно с крёстным отцом вот этого тела, братан. А ещё также у меня есть обсуждение, куда вы можете кинуть свои скины. А потом в следующем видосике я их, собственно, буду обозревать. Ах да, я хотел бы от тебя кое-чему попросить. И что ж, ссылка на группу в описании. Итак, ребят, привет. И да, необычное приветствие. И это видео про М2-49, если точнее, то из рубрики «Пробуем оружие». Итак, давайте сначала перейдем к характеристикам М2-49. Итак, М2-49, или уже, как он ещё известен, пулемёт. Урон 44, скорострельность 93, точность 72, патроны 100. Максимальное количество патронов 200, мобильность 38. И так, то, что вы, скорее всего, сразу уже заметили, это урон. Однако, самое интересное, то, что из-за высокой скорострельности этот урон гораздо-гораздо выше. Ну, примерно там 50 урон. Это примерный урон. И благодаря этому можно изи вообще кого-нибудь убить. Однако, точность у него гораздо-гораздо меньше. Точность у него примерно около, там, 65. И М2-49 будет так себе оружием на картах, где иногда надо оружие, у которых повышенная точность. Или даже какая-нибудь винтовка по типу АВП или Р-700. Так, ну, патроны, да, это правдиво. Максимальное количество патронов вроде как там даже больше, чем 200. Но я уже сам лично не помню. Ну, мобильность. Мобильность там чуть-чуть даже пониже. И тут вот, что ещё кое-что мобильности. Когда вы берёте в руке М2-49, то тогда у вас очень-очень медленные шаги. Проще говоря, ваш персонаж, ну, игрок, тупо-медленно двигается. Из-за чего его изи тогда будет убить с М2-49. Но я вам советую переключиться на М2-49 лишь только в самые нужные моменты. А так-то ходить с ножом. Итак, давайте тогда перейдём к игре. Ну, не знаю, как это вообще назвать так-то. Короче, ГОК, короче, озвучку там. Итак, первая карта, на которой я побывал в этом видосике, это был Баст. И я уже знал, как играть с М2-49, так как я уже его сравнительно давно купил. И я, ну, понимал то, что тут именно надо делать. Ну, сначала, конечно, когда я заспалнил всё, то чуть-чуть всё протупил. Однако это оказалось вполне даже легко. Там просто идёшь через А на базу красных и их там мочишь. Иногда принимал тактику обхода. Ну, так как они меня иногда всё-таки по-крупному могли мочить. Однако так-то прям мега серьёзного там и не было. И М2-49 мог даже и двоих мочить. Однако проблема в том, что М2-49 нифига не прибавляет там. Плюс к жилкам. Оно лишь только уменьшает скорость. И всё-таки это, ну, не самое хорошее явление тут. И так, мне паста поднадоел спустя какое-то время. Я захотел чём-нибудь более такого серьёзного. И такую даже немного, ну, снайперскую карту, если так можно выразиться. Я пошёл на карту Пул. И у меня там старители логеры и ещё крысы. И поэтому у меня была сначала довольно фиговая статистика между смертями и убийствами. Чуть говоря, смерти мне было больше. Но спустя какое-то время игры я более-менее исправил эту статистику. Однако всё-таки там было не так уж и легко на этой карте. И так, в целом, вообще, я так-то спустя, ну, какое-то время как раз мог более-менее исправить статистику. Однако, блин, если быть честно, то иногда в некоторых моментах было дико скошено. Однако всё-таки должен признаться, что противники играли хорошо. Про них ничего плохого не буду говорить. Однако меня всё-таки иногда, ну, бомбило было такое вот дело. Однако это частые явления, те, кто смотрели мои ролики по роялю, они поймут, о чём я говорю. Ладно. И да, ребята, это музыка с моего интро. И так, давайте кратенько подведём итоги игре на пуле. И так, во-первых, то, что я понял, это, ну, М2-49 плохо, как именно снайперское такое оружие, ну, прицел, то есть, да. И также ещё, ну, неудобно с ним играть на мелких картах, так как именно на картах такого вот размера будут часто кресить. А так как скорость садьбы с М2-49 крайне мала, то тогда всё, ты труп, понимаете ли. И так, потом я решил пойти на карту Вилла, однако как я пришёл, лишь только поиграл там примерно 2 минуты. И всё, все потом ушли, и я даже постарелять-то толком с кого не успел, поэтому это вам тупо будет бессмысленно показывать, да и к тому же рекламка там, ну, в блоке. Так, у меня сейчас что-то микрофон плохо ловит, так что звук может сейчас быть очень фиговым. Итак, короче, вы видите перед собой Skyline, и это такая вот карта, то что она из себя представляет тупо вышки для снайперов, я вот это вот со временем понял. Однако я научился стрелять с М2-49 более или менее нормально, примерно как с АК-47 с дальнего расстояния, однако это всё-таки трудновато именно для новичков. И да, сорян, если сейчас микрофон очень ужасный, я сам фиг знать, что именно сейчас с ним. И так, давайте что-ли попытаем просто там. Ну, касательно этой темы М2-49 на Skyline, это вообще интересная такая фига тень. То, что если прям аж научиться суперски стрелять с М2-49, то тогда вполне даже можно стрелять с расстояния АК-47, то есть говоря, дальнего расстояния. То, что плюс, однако, М2-49 всё-таки чуть-чуть трудновато научиться нормальной игрой, так как опять же скорость ходьбы понижается. А ещё к тому же, ну, тебя могут легко убить из-за этого. И ещё надо именно привыкнуть к патронам. Я, когда только-только купил М2-49, то я не привык к патронам, потому что их там аж 100. Из-за чего тупо, блин, тратил все обоймы. То, что они есть хорошо. И да, кстати, я пиарился, ну, пиарил свой клан. И да, если что, у меня есть своя группа ВК, а если точнее, то группа нашего клана. Заходите, заходите, кто хочет. Ссылочка в описании. Ладно. Так, касательно темы М2-49. М-м-м, довольно специфическое вообще оружие. Однако, я должен сказать... И так, давайте тогда пойдём к относению вердикта для оружия М2-49. Так говоря, встать, суд идёт. Итак, М2-49. Довольно интересное оружие. Оно хоть и даёт, так говоря, баф на уменьшение скорости ходьбы твоего персонажа, однако скорострельность и более или менее урон даёт ту его кучу бист. Если, конечно, ты будешь ходить с ножом и лишь только переключаться на М2-49, когда реально надо кого-то убить. Так как, ну, тебя могут убить, если ты только просто будешь ходить на М2-49. И так. Ну, вердикт. Вердикт тут окончательно вообще трудно подвести, так как это оружие не для всех. То есть, говоря, оно кому-то может понравиться. Ну, суперским быть. А кому-то вообще не понравится. И он скажет на этом, мя, фигатиня какая-то. То есть, говоря, тут надо уже смотреть именно по вкусу. Итак, пожалуй, на этом всё. С вами был Дебард Бай. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!